Друзья, всем привет! С вами снова Epic Board Shop TV И у нас очередной выпуск, который мы посвятили ответам на вопросы наших зрителей Часть пятая Сегодня у нас тоже много интересных вопросов И вот, собственно, первый вопрос, который мы получили в ВКонтакте Скажите, пожалуйста, что это за пена такая, которая находится внутри вейкборда? И все про нее говорят Вот такого плана вопроса И, собственно, мы на этот вопрос отвечаем Вот у нас в наших руках доска Роникс Модель Parks Bonify То есть это про-модель знаменитого, собственно говоря, райдера Знаменитого архитектора компании Роникс Легендарного Parks Bonify И вот, собственно, пена внутри данного вейка Она выглядит следующим образом То есть доска имеет несколько слоев фиберглаза стекловолокна Также здесь используется карбоновое АТР-покрытие в усилениях И вот, собственно, как раз основной весь массив Основной весь слой Это как раз вот именно та пена Которая, из чего, грубо говоря, состоит вейкборд Она достаточно жесткая Она обладает достаточно большой прочностью А проблема этого вейкборда, собственно говоря, была в том Почему мы его так сделали Естественно, мы не специально для вопроса подготовили доску Ее сломали, чтобы вам показать, что внутри Конечно, человек на этой доске решил, так сказать, заехать на фигуры Поэтому, друзья, для того, если вы хотите кататься в парке Обязательно для этого вам нужно покупать именно парковые доски Которые обладают повышенной прочностью Которые обладают достаточно неплохим флексом Немножко другой геометрии И тогда вы будете получать именно 100% удовольствие Именно на кабеле на парке Вот такой вопрос Вот такой, соответственно, визуальный, можно сказать, ответ Друзья, продолжаем дальше Следующий вопрос Человек задает, скажите, пожалуйста, для того, чтобы кататься на скейте Или на лонгборде, нужны ли специальные кроссовки? Конечно, вопрос актуальный И ответ, собственно, достаточно тоже распространенный Специальная обувь, естественно, нужна Потому что, допустим, в классических кроссовках Например, в таких New Balance Кататься не очень удобно Почему? За счет специфического наклона подошвы Вы абсолютно теряете контроль над доской Поэтому для скейта, для лонгборда Неважно, какой конкейв у доски Есть ли конкейв Нужны специальные кроссовки Кеды с плоской подошвы Естественно, все модели мы знаем Это Яновский от Nike Гонзалес от Adidas То есть это все старые проверенные такие кеды На которых катаются уже много-много лет Поэтому, одев такие кроссовки Вы будете чувствовать доску на 100% И, соответственно, возможность делать какие-то трюки У вас появится еще больше Больше ощущения доски Больше стабильности на скорости Поэтому, ребята, катайтесь обязательно на лонге Или на скейте Только в правильной обуви Ребята, и вот следующий вопрос Тоже достаточно интересный Я считаю, по крайней мере, большинству новичков Не секрет, конечно, что многие все-таки люди Которые хотят купить себе лонгборд Первое, на что они обращают Это, конечно, на дизайн и на форму И вот, собственно, вопрос такого же содержания Здравствуйте, Epic Board Shop TV Я у вас на сайте подобрал себе лонгборд Скажу честно, по дизайну Но, прочитав описание к этому лонгборду Я увидел, что назначение этого лонгборда Freeride Downhill Что это значит и как мне теперь быть? Ну, отвечаем на ваш вопрос Конечно, на сегодняшний день Индустрия лонгбординга, она не стоит на месте Каждый год мы с вами видим новые формы Новые геометрии Собственно, увеличивается скорость катания на лонгборд Конечно, лонгборд, это помимо катания в городе Круиза, кайфа Это еще и спорт Соответственно, очень много компаний Которые делают круизеры Которые делают какие-то лонги Комфорт класс Они также делают большое количество именно досок для так называемого спорта Поэтому, конечно, доски для фрирайда, для даунхила Они достаточно специфичные Как по геометрии, так и по жесткости, по весу Именно в силу их своей направленности Поэтому кататься в теории на таких досках в городе можно И массу тому есть примеров Но, конечно, это не так удобно и комфортно Но если, скажем так, в перспективе Вы планируете заниматься какими-то экстремальными видами катания на лонгборде То, в принципе, смело можете такую доску покупать И практиковаться в скорости Практиковаться в каком-то экстремальном катании В принципе, никаких проблем нет Но, конечно, начинать на лонгборде Лучше на какой-то комфортной городской дощечке Будет гораздо как бы это все безболезненнее Ребята, с вами был Epic Board Shop TV Спасибо, что вы нас смотрите Пишите, задаете нам свои вопросы Это очень важно для нас Мы постараемся на все отвечать вопросы Как не в таких выпусках Но, по крайней мере, уже непосредственно личными сообщениями Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки До новых встреч Пока